Пока актуальные темы очень-очень актуальны, я решил вам кое-что рассказать, чтобы вы для себя понимали. Помните город Соловутич, такой, где я был, где ни один медик не вышел тогда, побоялись. Ну, в общем, вы это помните, этот городишко небольшой такой в Черниговской области, находится недалеко от Чернобыльской атомной электростанции, и где все медики молчали, как мышки, тихонько, никто слова не сказал, кроме одного человека, потом клевали его. Так вот, буквально сейчас мне перезванивают медики и говорят, Антон, нам очень нужна ваша помощь, мы вам звоним в Соловутичской центральной больнице. Я говорю, в чем дело? Они говорят, 1 августа больница идет полностью под сокращение, мы сегодня получили горчичники. Объясняю, что такое горчичник. Горчичник там, где уведомления. Уважаемые там коллеги, медики, с 1.08 больница идет под глобальное сокращение, и штатные единицы мы сокращаем, 120 человек до побачения. Ну, я говорю медикам, а что же вы молчали тогда, когда я приехал? Ну, Антон, мы не верили вашим словам, думали, что это неправда. Когда я рассказывал в прямом эфире о том, что, дорогие мои медики, город Соловутич идет под жесткое сокращение в связи с этой гребанной реформой, вы мне не поверили. Что происходит сейчас в городе Соловутич? Они инициировали, медики инициировали встречу депутатского корпуса, обязательно, открытая, для того, чтобы меня туда пригласить, как общественного деятеля, как журналиста, как видеоблогера, как блохера, как угодно называйте меня, для того, чтобы я помог показать эту проблему, которую есть в городе Соловутич. Вы понимаете, конечно, я приеду, я буду за все дела, но мы потеряли с вами вот тот золотой момент, вот тот золотое время, где, вы знаете, вот в Чернобае, к примеру, или Эклиев, поселок этот, помните, да, в больнице, они хватаются за каждую, за каждый день, чтобы вырулить, чтобы сделать больницу, а вы допустили почти, когда я там был? Три недели назад, с тобой, даже больше, месяц назад, вы целый месяц допустили просто, вот просто допустили. Более того, происходит еще одна интересная вещь, приезжают с города Чернигово профильные врачи, которые потом с собой забирают пациентов Чернигов. Уникальный случай на самом деле, я такого еще не видел, но это согласно реформе. То есть, если врач, к примеру, приехал, врач сделал, он получил деньги. То есть, местные врачи оказались вне удел, медсестры оказались вне удел. Девочки, смотрите внимательно и слушайте из других областей, из других районов. Если вы надеетесь о том, что вас пронесет, то проносит только одно дело в одном месте, вот там это проносит неплохо. Во всем остальном вас не пронесет, а это заденет точно так же, и вы окажетесь точно так же, как ваши коллеги из города Славутич. Я очень надеюсь, что мы успеем с депутатским корпусом и с голого района собрать людей и, возможно, выделить какие-то финансы на эту больницу, чтобы она существовала. Более того, можно все правильно организовать, привлечь ОТГ ближайшее, чтобы люди ездили сюда, а не в Чернигов. Все только зависит от желания самого директора КНП. Что касается главврача. Главврач, по информации, которую мне сказали, собирается в августе месяце сделать оливидерчином всем украинцам уехать в Израиль, у него там работа. Поэтому он смело подписывает документы о ликвидации лечебного учреждения. Это очередной звоночек нашему главнокомандующему, гаранту Конституции, президенту, что у нас там, лапочки, золотому нашу, бриллиантовому, многоуважаемому. Вот так вот. Почему я так троллю его? Потому что, напомню, вчера во время того, как детки, которые приехали к нему под офис президента, это наше создание а-ля президент, по-другому никак не могу назвать, был сначала, ну, понятно, сфоткался со всеми делами, там все на руках подержал, ну, то есть, типа, потом, знаете, отцепитесь, где-то под бойркой. А потом он поехал в апартаменты свои, в офис президента, и оговаривал с Кулебой, там, с Денисовой, не знаю, с кем там, проблематику детей. Оно даже не спустилось к концу рабочего дня и не узнало, как же там с детками, которые весь день ждали нашего многоуважаемого почти Господа Бога. Но по-другому не могу назвать Зеленского. Он просто, наверное, посчитал, что он взял за бороду, за воротник Господа Бога и считает себя золотым, но у нас тоже один золотой был, бежал так, что просто капец. Это что касается Славутич, поэтому я сразу говорю, естественно, обязательно буду в городе Славутич, обязательно попаду на вашу сессию и обязательно покажу вам, украинцы, что творится с нашей реформой. А вам, простым пациентам, стоит задуматься. Вы будете дальше смотреть вот то дерьмо, которое льется у нас по телевизору, на этих телеканалах? Вы сегодня очень сильно и громко мне здесь комментировали, как вам надоели эти документации, эти отчеты. А вы думаете на этих телеканалах Плюсов, Интеров, Зиков, Шмиков, всего остального, когда приглашают одних и тех же спикеров, которые просто, знаете, как отчитаться перед нами украинцами вот этими бумагами, что-то там нам голову забить говном этим и уйти себе дальше водку пить, вискарики и говорить о том, что ну как я сегодня, прикольно я там выступил на телевизоре, понимаете? Поэтому если вы будете дальше в это, ну, верить, смотреть в эту вот всю ерунду, то оно таки дальше будет, ничего меняться не будет. По поводу Клименко Тайм, объясняю. Это единственный интернет-ресурс, который без цензуры, который готов меня слушать и готов ту правду ретранслировать дальше людям. Поверьте, все остальные телеканалы, когда слышат фамилию Гура и слышат, о чем я хочу сказать, они начинают теряться и понимают, что ну как, это сейчас приедет Гура и расскажет вот то дерьмо, которое есть в Украине. У нас же дерьма, нет, мы же все святые, золотые, классные. Вот пришли всякие чиновники, рассказали на голосе там, на право, на влады всякие, на всю эту трахомундию, которую уже смотреть не могу, и ушли. Какой-то рейтинг и подняли там немножко. Кто это смотрит, я понять не могу, что вы смотрите? Там же ж такое вранье, что просто даже хуже, чем на базаре, когда мы пытаются впарить китайские кроссовки. Там и то более правду говорят, говорят, да, Китай, ну классный Китай. А здесь нам, понимаете, говорят, потому что это Америка, Европа, Япония, а говно редкостное продают, понимаете? Вот, вот наши телеканалы, вот наша власть. Поэтому я вас очень прошу, ну перестаньте быть сливным бочком. У меня вчера, вот реально, вчера уже не выдержала душа, и я сцепился с ботами черновецкими, которые начали меня оскорблять под бурбаком, которые сидят, мол, типа, ты, Климент Катайм, ты, короче, актер 95-го квартала, ты бабки зарабатываешь. Ну меня уже, знаете, я уже не выдержал, я уже, я стараюсь интеллигентно, все красиво делать, но там я уже нахер послал практически. То есть я говорил, четко как они, вот как оно говорит чудо, так и я ему рассказывал, понимаете? То есть на его вопрос у меня был его же ответ. Да, не понравилось там многим Антон, ты же там интеллигентный парень. Да я такой, как все, понимаете? Из-за выражения я какаю и писаю точно так же в туалет, как и президент Зеленский. Он одинаково писает со мной и какает. Он одинаково ест со мной, мы все люди одинаковые. Да перестаньте врать уже, скажите честно, говно реформа развалено к черту. Мы не можем задержать этих преступников, которые находятся в местной власти. Пытаемся что-то сделать. Спасибо, гураху, ты показываешь нам в эфире. Будем заводить уголовные дела на тех, кого мы знаем. Что мы слышим в ответ? Треба разобраться, треба переверку сделать, треба то, треба это. И вот пока идут переверки вот эти, да, там письменные отписки, они дела свои быстренько-быстренько делают так, что потом даже когда приедет СБУ, НАБУ, ДБР, ШМБР, ГБР, УБР, МИМИР, сколько там вы еще создадите этих инстанций правоохранительных. Скоро, знаете, мне уже кажется, что половина украинцев скоро будет работать во всяких правоохранительных инстанциях. Мы еще создадим 350 ГБРов всяких, с 1, 2, 3 звездочками, тире, галочками. Будем туда деньги платить, а они будут просто сидеть, понимаете, вот это разъезжать. Я просто не знаю, что скоро будет. У нас даже не полицейская государство будет, а вообще какая-то хрень непонятная. Ни хрена не работает. И вот честно вам скажу, я еду на Клименко Тайм, да, я поеду на Клименко Тайм, потому что я хочу высказать и рассказать все, что я уже знаю по каждой области, где я уже был, по каждому ОТГ, кто где ворует, кто что делает. Я все это расскажу на Клименко Тайм. И пускай дальше люди знают. Аудитория Клименко Тайм, мне пофиг, кто такой Клименко, что он украл. Мне пишут Антон, он же деньги украл и сбежал. Так подождите. Партия Зеленского шла к нам на выборы, точнее мы шли на выборы, а они нам лозунги рассказывали какие. Посадим всех, кто причастен к воровству. Так подождите, господин Порошенко с госпожой Порошенко шляются с утра до вечера по выставкам, по всякой хрени. У них телеканалы 4 или 5, и все хорошо, и проблем нет. И никто ему ничего не говорит. В городе Киеве, чтобы вы понимали, на Московской площади я попадаю уже третий раз в пробку. И не понимаю, какого хрена я в пробку попадаю. Напротив Рошена. Оказывается, наш господин дебил, бывший президент, каким-то образом повлиял на нашего дебила, мэра. Ну дебилом, по-другому никак нему называют. Что наш дебил мэр дал разрешение срезать нахрен отбойник, поставить гребаный светофор, чтобы люди ходили жрать, покупали в Рошене. Понимаете? Для меня это был просто верх цинизма. Есть подземный переход ровно в 5 метрах. 5 метров этого гребаного Рошена, чтобы он горел синим пламенем на Московской площади и так пробок до хера. Они перерезают. Вот, можете съездить, посмотреть, киевляне, они режут отбойник прямо напротив Рошена, возле автовокзала, и делают светофор. Их абсолютно не гребет, что люди в пробки попадают. Мало того, что мы там простаиваем на Краснозвездном проспекте, Лобановского точнее. Мало того, что когда мы едем с проспекта Науки, так мы еще и останавливаемся, чтобы люди купили себе тортики. Я не против тортиков, не против пирожков. Хотите нажирать себе задницы, нажирайте Рошеновские эти задницы. Мне похер, я в этом плане вне политики. Ну, извините, когда вот такое творится, почему я не могу пойти на Клименко Тайм и не рассказать, что творится у нас в медицине? Почему чиновники не реагируют? Я расскажу все, как я чиновникам писал, что я писал, что я предлагал на самом деле, и какие способы борьбы я предлагал, кого можно посадить, какую скотину, для того, чтобы перво-наперо хоть немножечко повысить рейтинг Зеленского, хоть немножко. Я уже не знаю, какое там дно они пробивают. И другое, дать. Знаете, как? Посади, как это? Бей своего, чтобы чужие боялись. У Зеленского что-то там, кумекалка не работает с его офис-командой. Как правильно один из блогеров хороших фейсбучных говорит, диджитализация в голове у команды Зеленского. Они диджитализированы полностью, понимаете? И у них прокуренные, промученные мозги смартфоновскими приколами, они ничего не понимают. Поэтому я пойду на Клименко Тайм, как оно есть. Хотите, не хотите, можете от меня отписаться, можете рассказывать, что я там пошел беглому Клименко на телеканал. Мне нравится. Извините за выражение. Я говорю правду, как оно есть. Правда матка. Нравится, не нравится. Кому не нравится, нафиг с пляжа. Кому нравится, пожалуйста. Что касается Степанова, министра нашего любимого МОЗа. Дорогой Максим, вам была передана уже хреновая туча всяких звернень от больниц, от медиков. Вы хоть одно зверненье прочитали. Вы хоть на одно зверненье дали нормальный ответ. Вы хоть среагировали хоть на что-то. Почему я должен вас защищать от сорасят? Когда вы параллельная порося, понимаете? Сора порося, я их его-то называю. Потому что вы делаете то же самое, только в своих интересах. Вы не делаете в интересах медиков. У вас осталось всего-навсего 29 дней до повышения зарплаты. Вы сказали, 1 июля зарплата в 2 раза больше будет у медиков. 1 июля осталось 29 дней. Мы ждем. 29 дней мы подождем. Поэтому извините, хотите, не хотите. А я буду говорить о том, что Степанов точно такой же министр, как и Скалецкая. Не министр. Не тот, который работает в интересах медиков. Не тот, который может что-то делать. Потому что Степанов, оказывается, был в тот день в Белой Церкви и рассказывал очередную ересь медикам скорой экстремедицинской помощи. О том, что у них будет все хорошо. А я в этот момент, помните, где был? В туп-диспансере в Белосерковском, где люди вот такими слезами плакали и говорили, нас закрывают. Но Степанов что-то не поехал. Потому что ему не гоже смотреть, где есть проблемы. Ему гоже смотреть, где хорошо по ушам поездили. Вот почему я ненавижу наших чиновников. Потому что этих чиновников пора гнать в шею. Всех причем. От этих бумажек, от этих протоколов, где не читают с листика и не могут своей головой подумать и рассказать, как оно есть. До того, что просто этот человек не должен здесь работать. По поводу Перятина, чтобы закрыть этот вопрос. Я сделаю максимально так, чтобы, во-первых, Тарас работал. Во-вторых, он как минимум поднялся в своей карьере. Потому что человек на самом деле болеет медициной. И это один из тех, кого бы я хотел видеть на реально высоких постах в Перятинском районе пока. То есть ему надо дальше расти. Не важно кем там, замуправляющего, главной медсестрой там. Это уже решать громаде местной. Я очень хочу, чтобы они ему помогли. И я это не оставлю. Ирина Николаевна, которая с главной медсестрой смотрит. Девочки мои дорогие. Либо нужно работать и помогать санитаркам, медсестрам и своим же медикам. Либо нахер с пляжа, сидим дома, выращиваем курочков и продаем на базаре в городе Перятин на маршрутникам бутерброды, хот-доги и сосиски. Вам с такими базарами, как вы говорите, вот там как раз и продавать. А в медицине нужно работать правильно. Поэтому теперь я буду очень внимательно смотреть и каждый раз приезжать и давить вам на одно место. Для того, чтобы вы либо уволились, либо работали и не трогали Тараса. Я очень надеюсь, что глава Перятинского района, с которым мы поговорили, все правильно сделает и мы решим этот вопрос полюбовно. И последнее. Город Краматорск, город Константиновка, город Бахмут. Дорогие мои, еще и мариупольцы, я прекрасно знаю о том, что вы мне пишете. Я вижу это. Я готов приехать к вам. Дайте мне возможность чуть-чуть разгребтись здесь. Потому что у меня, я в комментариях сброшу скрин, даже не скрин, а корешок зарплаты миргородского медика, который получил на работу с ковид 434 гривны. И я думаю, что очередной гвоздь в гроб лысаку я забью. Я бы забил бы его битой, я уже говорил об этом, по закону времени военного. На данный момент этого не могу делать, потому что я законопослушный гражданин. И не могу его бить битой по голове. Но поверьте, очень хочется это сделать. Поэтому я его буду бить виртуальной битой. Чтобы эта собака работала. И чтобы эта собака не крала деньги у своих же медиков. Собака, сделай так, чтобы педиатрия в пирятине была. Потому что ты детский педиатр, забыл? Я бы тебя по-другому назвал бы. Немножко поменял бы склонение в пару букв в педиатре. Может быть тебе бы было понятливой боли. Можешь на меня пожаловаться, своему куму-сбушнику, мне насрать. Вот, твоему куму-сбушнику, я бы показал по-другому. Но меня люди смотрят. Достали вы меня уже. Каждый раз одно и то же в городе Миргород. Каждый раз, только собираюсь ехать, звонят оттуда, говорят, все там, все будет, все хорошо, зарплаты, премии. Ребята с города Миргород, вы сейчас прекрасно знаете, к кому я обращаюсь. Я сейчас специально в комментариях сброшу вот этот корешок. И вы посмотрите, какая была выплата медику, который работал с ковидом. Один из бушники, 9 часов работы. 434 гривны. Вы что думаете, что я буду молчать после этого? Что за издевательство? Это что касается города Миргород и Донецкой области. Я обязательно к вам приеду. Дайте немножечко времени. Я написал чиновникам, если хотите сплоченно, если хотите, чтобы я добился еще больше результата и помог вам, давайте работать вместе. До сих пор ответа не было. Значит, что? Значит, у меня есть вывод. Один только, центральной власти выгодно, чтобы у вас в местных, ваших громадах и на местном уровне был такой беспредел. Мне не дают, уже ответ второй день не дают. Хотя я четко расписал. Мне не нужно ваши машины. Мне не нужно ничего, мне просто нужна ваша помощь. Да, возможно, соляркой сбросишь, чтобы я приехал в ту же Донецкую область, потому что ехать 850 километров. Да, организовать мне там где-нибудь жилье. Не надо мне вертолеты, шмолеты и все остальное. Организуйте, помогите, скажите. Мы пошли на уступки. Мы хотим знать всю ситуацию, которая происходит в Донецкой области. И ГУРА, в принципе, может это показать, поэтому без проблем. Но вы ссыкуны. Самые натуральные ссыкуны от Офиса Президента и заканчивая Верховной Радой. По-другому не могу вас назвать, сори, ребят. Вы ссыкуны. И пускай об этом знает столько людей, сколько смогут увидеть мое видео, что у нас власть ссыкуны. У нас власть только боится, когда нас много, когда есть оружие, когда есть биты, виллы и все остальное. А пока мы с вами культурные, они нам вышиваночки одевают, на украинской мове балакают чудово. И говорят нам все доброе, украинцы, все доброе, люби украинцы. А по факту ни хрена далеко не доброе. Поэтому встретимся с вами вновь, где-нибудь в другом городе, где-нибудь в других громадах. Кстати, громада Пирятинского района. Я прекрасно знал и слышу о вашей проблеме. И обязательно приеду и выясню, что у вас за проблема. Не в медицине. И постараюсь вам помочь. Как-нибудь. Я уже не знаю. Просто знаете, мне уже реально нужно становиться президентом этой страны и просто нахер всех на кол сажать. Вот знаете, какая у меня мечта? Создать отдел, как Аваков создал. Какой-то там непонятный отдел. Только у нас нужен такой отдел. В суд отправил коррупционера. Если его суд отпустил, чтобы этого судью убили. И этого коррупционера. Ну так. Типа как в Америке. Там эти спецслужбы это делают. Знаете, там как в России спецслужбы. Ну инфаркт и все дома. Ну инфаркт. Но только так придется бороться с ними. Инфарктами, инсультами, ковидами. Я не знаю как бороться. По-другому никак с вами уже не поборешься. У меня реально такое впечатление, что нужно это делать. Создавать какую-то такую спец... спецгруппу приближенных людей, которые скажут, Антон, мы поняли. Мы поняли, что закон не работает. Надо делать это. И тогда что-то поменяется. А пока, блядь. Они нам сказки рассказывают. И будем в это верить. Все, люблю, целую. Пока-пока.